добрый вечер господа начинаем сегодняшнюю трансляцию по эзотерике и конечно же я поотвечаю на те вопросы которые вы задали под моим видео которое опубликовал на своем канале андрей дуйко там я написал задайте свои вопросы также опубликовал пост facebook в моей группе дуйко кайлас рт е получил я огромное количество комментариев где-то 200 комментариев в youtube и 121 комментарий которые находятся в рт е начну я с рт ей буду переключаться между рт ей ютубом сейчас я быстренько открою youtube страницу ну что и давайте начинать так 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 и так наташа диминская наталья 2 0 6 83 живу не в своей тарелке хочу поменять все и не могу на одном месте топчусь посоветуйте я знаю ответ на этот вопрос он не настолько поверхностный настолько насколько бы казалось или хотелось бы понимать и это связано вот с чем для начала нужно понять или разобрать саму причину как вообще формируется события человека с чем это связано и в каком направлении может развиваться его судьба можем ли мы каким-либо образом этим всем управлять ну для начала начнем думать вот о чем или начнем наверное даже с бога знаете то есть человек создал бога человек создал бога и создал он его и тут такой вопрос чем отличается человек от животных он наверное его создал чтобы человек отличался от животных это разумно разумно если он его создал таким чтобы человек отличался от животных то чем отличается человек от животных разумом а еще чем чувствами человек может чувствовать человек может чувствовать долго постоянно и разум в этом участвует то есть разум участвует в том чтобы человек чувствовал а что же человек вообще в своей жизни может чувствовать тут такой ответ человек может чувствовать только две эмоции а все остальные эмоции это разновидности этих чувств какие же это эмоции человек может либо страдать либо радоваться то есть все остальное это всего лишь проявления либо страдания либо радости таким образом можно сказать что человека создал бог на земле для того чтобы человек либо страдал либо радовался все остальные проявления чувств любовь это радость но любовь может быть страданием там дети родились радость деньги заработал радость посмотрел политические новости страдания то есть можно условно сказать что человек устроен по принципу чувственному при котором он может сходиться только к двум чувствам испытывать либо радость либо страдания гипотетически для чего бог создал такие чувства у человека ну по моему мнению я думаю что он создал как элемент расплаты то есть бог создает каждодневный процесс который происходит жизни человека то есть это воздух это цвет это еда это или еще что-то но это не бесплатно так как замен он хочет человеческих чувств и человек может рассчитываться либо состоянием радости либо состоянием страдания почему радости или страдания дело в том что страдания истинания это оплата за то что бог создает каждодневную какую-то картинку и тут такой вот нюанс который связан с тем что человек еще имеет сознание и человек чего-либо желает чего хочет желать человек человек хочет желать допустим выйти замуж или человек хочет желать быть богаче и после этого должен быть расчет то есть его жизни должны происходить события в ходе которых он может либо страдать либо радоваться то есть он должен произвести оплату за то чтобы в дальнейшем получить либо страдания либо радость ну и тут такой вопрос наташин вот она пишет я не в своей тарелке и хочу поменять все это неважно главное что вы уже хотите а это ваше намерение и здесь необходимо понять чем вы будете рассчитываться случае если вы радуетесь что вы будете рассчитываться своей радостью случае если вы страдаете то вы будете рассчитываться страданиями а если жизнь аморфной ничего не происходит но это говорит о том что не радости не страдания у вас нет вы смотрите телевизор постоянно или там смотрите какие-то новости не создаете никакие элементы своих чувств и ни за что не рассчитываетесь и ничего не происходит и здесь такой момент намерение то есть у вас должно появиться намерение как там трансерфер реальности то есть пусть намерение появится но там зал антон не говорит о том что нужно будет за свое намерение рассчитаться чем вот радостью или же второе страданием или стенанием и тут такой момент знаете когда люди говорят я хочу чтобы всем было на земле хорошо в этот момент нужно сказать человеку а ты готов рассчитаться за это чтобы всем было хорошо да ты создал такое желание ты создал желание стать самым богатым человеком ты создал желание быть там самым счастливым человеком похвально но чем ты за это будешь рассчитываться я готова жить с этим мужчиной готова быть с ним вместе я готова там быть богатой я готов быть там премьер-министром своей страны чем будем рассчитываться и у человека появляется заболевание появляется стенания появляется а с чем это связано с настроем и тут самое главное о чем хотелось бы сегодня сказать это самый важный момент который связан с человеческим самопознанием с эзотерической тайной это наш настрой наш настрой очень важен для того как мы из будем рассчитываться одни люди постоянно сама настраиваются на то чтобы в их жизни было все плохо я уже рассказывал своей первой бесплатной ступени о том что два человека могут по-разному реагировать на одни и те же условия проявляющийся в их жизни один человек попавший в эрмитаз будет говорить ах какие красивые картины ох как мне все нравится а второй при этом будет говорить надо же так много пыли то есть один человек заметит по и везде другой человек заметит везде красоту так и в нашей жизни самонастрой имеет важную роль я предлагаю вам сегодняшнего дня начать заниматься самонастраиванием себя начинайте заниматься самонастроем и начинайте говорить себе мне нравится это я радуюсь от того что у меня это мне нравится это вот этот самонастрой изменит вашу жизнь потому что это будет топливо того что в вашей жизни начнут проявляться изменения и они будут идти по принципу хороших изменений в вашей жизни то есть это будут хорошие добрые изменения потому что если начать смотреть политические новости с там страшные фильмы то ваш самонастрой будет приводить вас к тому что ваше намерение которое до этого было у вас создана в виде слов допустим или мысли что я хочу поменять свою жизнь я не в своей тарелке будет создавать у вас условия при котором страдания вот смотрите я хочу поменять что-то в своей жизни что поменять вы забыли слова я хочу поменять в лучшую сторону или в хужую сторону не в своей тарелке знаете богатая женщина не в своей тарелке может оказаться в своей тарелке если она будет больная толстая и бедная и старая тогда она будет своей тарелке почему паша всю жизнь страдает о чем я хочу вам сказать переориентируйте себя переориентируйте свои чувства переориентируйте их потому что ваше намерение где вам быть и чем или каким образом изменить свою судьбу она возможно только в случае если вы будете в намерении вкладывать еще и свою каждодневную работу над своими чувствами выберите свой расчет чем вы собираетесь рассчитываться с богом чем вы собираетесь рассчитываться свои намерения что вы будете отдавать взамен как послужит это на то какая сформируется у вас судьба помните мои слова и хочу еще раз сказать мы есть то что мы чувствуем чувствуйте больше радости в вашей жизни будет сплошные хорошие на изменения тогда изменения которые будут у вас в виде ваших задач которые вы поставили хочу быть богатым человеком будет идти путем при котором не будет страдать не душа не тело не сознание не физическое тело тогда будут изменения хорошие подошла в любом случае любые ваши намерения хочу быть богатым человеком с политическими или с просмотром политических новостей с нервными состоянием в семье с вредностью вашей неминуемой там и так далее это все приведет к тому что вы рано или поздно начнете болеть физически и так далее но если вы уже заболели физически у вас все плохо тогда говорите что мои страдания и мои стенания я посвящаю дальнейшей своей прекрасной жизни это и есть эзотерическая школа кайлас с андреем дуйко жить легко поможет вам школа кайлас это то что я создал и это те знания которые я даю так как наша миссия нашей школы изменения человека не путем развала его жизни а путем созидательного строительства сознания чувств физического тела эзотерика может дать объяснение на все вопросы с эзотерикой жить легко и так наверное объяснил как почему человек топчется на одном месте и как он создать какие нужно создавать намерения и в какую сторону двигаться надеюсь понятно ольга станишевская здравствуйте скажите пожалуйста делать или не делать покупать или не покупать мне машину нет не покупать елена медведева моему сыну 19 лет воспитала одна так как папа умер когда сыну было восемь месяцев всегда рассказывала о семейных ценностях об отношении к детям и женщинам но почему-то сын говорит что не женится никогда и детей не будет у него он себя запрограммировал или может применить поменять мнение переживаю за него что не будет семьи сейчас то что у вас происходит в семье называется перекладывание с больного на здоровое дело в том что скорее всего это ваше желание чтобы у вас была семья и вы хотите реализовать это через его через вашего сына как бы провести такую аутсорсинг и в целом вы с одной стороны правы и с другой стороны неправы во первых в чем же вы не правы конечно в чем вы правы прав в том что действительно ребенку семья нужно но нужно ли об этом говорить ребенку которому 19 лет и тут еще почему потому что в 19 лет нужно учиться зарабатывать деньги а вот это все еще не имеет особого значения почему он так говорит он ставит другие задачи видимо у него в приоритетах есть сейчас не создать семью ради детей а приобрести материальное благосостояние развиться там в какой-то области как специалист и так далее обучиться чему-нибудь ну и тому подобное тому прочее а семья сейчас она низ не стоит в приоритетах поверьте мне ваш ребенок поступает совершенно правильно и думать о семье мальчику в 19 лет поверьте не нужно даже не думайте об этой теме не говорите ему об этой теме пусть его тема будет саморазвитие тема обучения тема он еще мал для того чтобы создавать семью по поводу того почему он это вам говорит издевается над вами потому что таким образом вы начинаете за него переживать а он видит ваши переживания ему это нравится также любой ребенок который формируется как личность рано или поздно формирует протест почему ему не хочется жить под крылом мамы чтобы мама всем управляла но и сам пока не может это все формирует протест поэтому все что не говорит мама знаете был была одна капля мама и сын а капля должна разделиться любое разделение рано или поздно все равно произойдет и это разделение это конфликт когда мама должна оттолкнуть когда ребенок создаст эмоцию вот такого конфликта и так далее по поводу вашего сына хочу вас успокоить сто процентов будут дети сто процентов будет девочка еще ну еще девочка и потом еще мальчик женится он на красивой девушке может быть насти или катя светловолосая с зелеными глазами все будет хорошо никогда не жить а ха 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 галина галина здрасте андрей андреевич спасибо вам занимаюсь сетевым маркетингом получится у меня не особо получится подскажите пожалуйста в этом году можно записаться к вам на бхалам нет я не беру людей сейчас на бхалам никого юлия глухманюк как не бояться принимать важные решения в своей жизни как правильно все взвешивать и учитывать или все же как советует психологи руководствоваться своими желаниями и потребностями как показала жизнь авоз и ныне там пока голова главенствует уже сегодня об этом сказал создавайте или работайте над своими чувствами делайте так чтобы у вас было чувств много развивайте чувственность есть психолог и доктора и медицинских наук которая исследует мозг по моему ее фамилия черниговская и она говорит постоянно мне она нравится хотя с чем-то возможно не согласен насколько это возможно она говорит в одном из своих видео вебинаров о том что человек должен слушать классическую музыку развивать свое сознание не сознание человек развивает когда он смотрит когда он слушает классическую музыку не сознание человек разы когда вот книги читает сознание развивается когда английский учится знание когда математику изучает сознание когда что-то запоминает это сознание а когда классическую музыку то это чувство а чувство формирует творчество то есть если человек изучил математику то он дальше не продвинется а если ребенку который изучил математику дать слушать еще и музыку или давать ему обучение живописи чтобы он разбирался в оттенка чтобы он разбирался в искусстве в живописи и развивался в этом то искусство даст человеку новые чувства а новые чувства дадут человеку вспышку творчества и эволюционирования его сознание наше сознание но классифицирует но развить сознание и протолкнуть сознание к новым идеям возможно только с помощью творчества творчество возникает от того что чувство формируется поэтому чем больше чувств тем больше творческих идей говорят боль на выдумки хитра почему это боль на выдумки хитра она на выдумки хитра потому что она ненавидит кого-то поэтому когда ненавидит начинает что-то придумывать поэтому для того чтобы человек что-то придумал ему необходимо чувства плохие или хорошие именно это и называется эволюционирование человеческой души человеческого сознания любые чувства плохие хорошие они создают в конце концов у людей эволюцию в сознании человек становится более творческим более продвинутым более целенаправленным и так далее поэтому больше чувств развивайте чувство воз не будет там замерзла почитаем комментарии в ю тубе так комментарий к видео здравствуйте андрей андреевич примите огромную благодарность за все что вы для нас делаете скажите пожалуйста как лучше избавиться от старых фотографий а то лежат с предыдущей свадьбы в итоге прячут чтобы ребенок не видел не не увидел просто выбросить мусор как-то не по себе почему это не имеет никакого значения увидит или не увидит вы что думаете это для него так важно как для вас хочу сказать вам что эти фотографии они касаются вас если на этих фотографий нет мамы выпившие валяющийся из нет фотографий которые могут вас компрометировать то можете показывать фотографии почему человек не должен стесняться своей жизни если человек стесняется своей жизни это нехорошо никогда не стесняйтесь ни того как вы выглядели не того кем вы были ничего не стесняйтесь все пусть будет по-честному я в свое время когда только начинал читать эзотерические не эзотерические еще вебинары то мне было стыдно говорить о том что я из семьи бедных людей из семьи людей которые не смогли там чего-то достичь и так далее когда я начал читать эзотерические я уже был другим человеком почему вы знаете со временем у меня появились выводы я могу их сегодня озвучить умный человек это не обязательно человек который имеет много видов образования и много прочитал книжек ну чтобы человека любили человеку не обязательно быть красивым и пойти деньги можно зарабатывать не тяжелым трудом а еще и по-другому и вот эти вот идеи они открывают совершенно новые возможности именно этим и отличаются люди знаете вот чем я отличаюсь от обычных людей не имея красивую внешность и я имею красивую жену не имея каких-то условно выдающихся факторов и фактов или знакомств своей жизни к связанных с финансами смог добиться хорошего материального благополучия может быть не имея какого-то сверх значимого или крутого ума я смог разобраться там медицине смог разобраться в каких-то точных науках там формации и так далее то есть я могу сказать что человек человек себе придумывает одну идею что допустим для того чтобы написать книжку нужно быть обязательно умным или для того чтобы нравиться красивым нужно обязательно быть красивым или для того чтобы зарабатывать деньги нужно бесконечно тяжело трудиться и это все не так я доказательство этого то есть я не особо красивые имею красивую жену я недостаточно умный но при этом смог написать книги я недостаточно возможно никогда не был очень трудолюбивым и никогда не работал много руками тем не менее наколотил себе этом достаточно для своей жизни жизни своих потомков вот вы представляете не имея хорошей семьи тут семья у меня хорошая тем не менее не стоит забывать о том что перед вами сидит человек который 7 ребенок в семье не выдающихся заслуг никаких там особых там кроме игры на каких-то музыкальных инструментах там ничего в жизни там особо и не делал никогда не был сверх трудолюбивым или еще каким-либо тем не менее это позволило мне выбраться и создать семью которая мне нравится создать условия жизни которые мне нравится стать тем человеком который каждодневно радуется тому что в его жизни происходит и я не стесняюсь говорить о том что моя мама манеля степановна и папа андрей павлович кем они были и кем работали в общем и моя жизнь является доказательством того что человек может чего-либо добиваться поэтому я к этому и призываю становитесь частью моей эзотерической школы кайлас проходите ступени эзотерической школы кайлас проходите мои семинары сможете добиться большего когда у моих учеников получается лучше я обычно говорю какие же они молодцы почему потому что тот человек у которого получается лучше чем музыки чем у его учителя фактически говорит о том что учитель молодец в чем заключается моя миссия научить так чтобы у человека лучше получалось андрей андрей спасибо за всем пожалуйста прошло новогоднее программирование непередаваемое ощущение как будто снова стала тем веселым позитивным ребенком недавно познакомилась с мужчиной прям бальзам на душу по моим ощущениям прям да да хочется что хочется не обмануться андрей андрей да или нет конечно да конечно да лариса синицкая здрасте прошло программирование стала читать свое созданное слово для стяжения богатства но понижение в должности в этой неделе говорит о том что я далеко замахнулась и для постижения желаемого нужен другой путь а я уже сегодня сказал каким образом это все реализуется человек говорит я хочу быть богатым а сколько ты зарабатываешь там 10 тысяч рублей в месяц а сколько хочешь 700 тысяч рублей в месяц после этого вас будут он устранять с должности вновь и вновь понизят и дальше понизят почему вы думаете вы поставили не ту задачу смотрите я хочу зарабатывать больше но ваша работа и работа на той должности где вы находитесь не позволяет вас поднять до уровня много поэтому вы себе когда вы ставили цель то ваша цель должна была звучать так не достижение богатства а повышение по службе вот если бы вы загадали хочу повышение по службе то уже бы это реализовалось а вы же загадали богатство а богатство но не связано с повышением по службе она связана с другими моментами что человек начинает или там бросает свою службу начинает зарабатывать больше или на службе ему начинают предлагать взятки и так далее у меня был знакомый главврач этот главврач он мало зарабатывал но зато девочка которая работала работала у него секретарем зарабатывала много почему потому что они ей подносили она с ним там дружила и через нее можно было решать вопросы и у него все было плохо а у этой девочки никому не известны все было хорошо а был у меня друг из был друг из виницы и у него крупная компания он зарабатывал мало как в руководитель директора президент компании а бухгалтер зарабатывал много и прошло 10 лет их совместной работе и оказалось что бухгалтер построила себе дом ресторан и так далее он говорит как это так может быть она живет сама у нее нет родителей у нее еще трое детей и она смогла ресторан купить у него постоянно новые вещи она постоянно сотовым телефонами а я еле свожу концы с концами андрей андреевич в чем дело я говорю я не знаю как же я могу тебе сказать что бухгалтер твой у тебя ворвует он потом сам понял и потом говорит я понял почему вы мне не сказали конечно но это ну это как-то не мог понять вообще не понятно ольга журавлёва подскажите обряд как можно быстро убрать негатив с вещей предметов подаренных лет отданных если нет уверенности в искренности с человека берете левой рукой берете предмет какой-нибудь берете предмет какой-нибудь то есть вот птичка она загрязнена допустим как коко код и проводите такой обряд берете пальцем левой руки безымянным прикасаетесь к этой к этому предмету делайте после этого так как будто сбросили произносите рам ям кам по другому убираю землей убираю водой и убираю огнем или освещаю землю освещаю огнем рам ям кам и все можно подуть что обозначает подуть это насытить или вдохнуть жизнь вдохнуть жизнь почему вдохнуть жизнь потому что вдыхаем мы холодный воздух а выдыхаем теплый почему выдыхаем мы теплый но с этим ну не все там как бы энергетически если можно так говорить это связано в чем человек холодный когда он умирает и горячий когда он живет ну точно так же холодный воздух это не живой воздух а горячий воздух который мы выдохнули выдохнули живой нами он часть нашей жизни выдохнулась и когда мы дуем с намерением каким-то лес идеи какой-то на какой-то предмет допустим пусть это приносит мне радость то часть нашей жизни нагревает этот предмет и этот предмет таким образом воодушевляется или в нем уже находится наша жизнь расти андрей андрей говорит ульяна смирнова можно купить и начинать смотреть энергетический тренажер не пройдя при этом первую ступень вы в первой обновленной или во второй обновленной ступени объясняете про то как нужно пользоваться тренажером по спонсорской подписки есть мантр на увеличение денег где вы говорите слушателям закрыть глаза а в остальном говорите оставить глаза открытыми вся проблема связана с тем что когда человек закрывает глаза то он отдает когда человек с открытыми глазами то он принимает именно поэтому я часто говорю там магия денег вы с открытыми глазами почему я там говорю закройте глаза я убираю блоки то есть блок или узел это то что завязано в энергетическом поле человека что не дает ему фактически возможности развиваться и когда я говорю закройте глаза и с закрытыми глазами пробуйте это делать то я забираю у человека те узлы или блоки которые находятся в нем и которые мешают ему быть там числе несколько таких вот наверное нюансов о которых бы хотелось сегодня сказать отдельно 1 вы знаете что нас людей часто программируют и это программирование она не всегда честно и вот допустим на примере такого человека как анатолий михалычка шпировский условно расскажу историю у меня была знакомая бабушка там маша ее звали и это бабушка маша была моей родней и бабушка маша ей помогли помогли сеансы по телевизору анатолий михалычка шпировского который в этих сеансах помог ей избавиться от заболеваний коленного сустава и причем она страдала там годами десятилетиями и помогло за один раз и она встала и говорит надо же перестали болеть перестала болеть у меня колено посмотрю завтра и на следующий день не появилась и через день не появилась и так далее и анатолий михалычка шпировский это тот человек который собирал огромное количество людей и который помогал но потом прошло время я говорю это этой бабушки своей говорю но анатолий михалычка шпировский ведь когда-то помог а она говорит а не так это было она говорит мне чем ты занимаешься я говорю ну вот людей исцеляю руками машина говорит о то как кашпировский как как аферист кашпировский я говорю бабушка маша а ведь вам свое время кашпировский помог у вас колено не болит она говорит до сих пор не болит но он все равно аферист ей говорю почему ведь он же вам помог она говорит ну и объясните на не смогла почему все дело заключается в том что людей можно научить их можно научить друг друга ненавидеть их можно научить и это системы которые называются социальным влиянием что произошло смотрите ведь подобного человека как анатолий михалычка шпировский который стадионами лечил людей и можно было бы создать институт который бы проверял его возможности которые бы проверял то как он работает с людьми там электричество его такие исследования могли бы а приоткрыть занавес наверно там влияние одного человека на других проверить плацебо или не плацебо увидеть как это все действует не действует и так далее и так далее то есть не гипноз или какие-то трансформации ли что это такое откуда вы анестезия там и так далее там же миллионы людей это через этого человека прошли миллионы просто и тут такой вопрос эти миллионы людей которым он помог больше чем любой врач на земле эти миллионы людей по идее должны были бы поставить памятник но в свое время анатолий михалыч не захотел лечь под центральное телевидение где ему сказали давай будешь там программу делать будем будем тебе за это платить там 52 рубля и он посчитал что это не нужно и масс-медиа или те люди которые управляли масс-медиа за то что он под них не лег решили его заплевать то есть они начали там 10 журналистов имели возможность написать тысячу статей в разные газеты и они что делали они ему отомстили они сформировали общественное мнение которое сказала что это человек аферист все остальные начали это подхватывать после этого сделали такое видео где два клоуна там вин винокур а державин и второе там не помню этот не помню в такой сценке один чумака играл другой кашпировского да они посмеялись оскорбив при этом там 800 тысяч человек или миллион человек которым анатолий михалыч кашпировский помог ну и я могу сказать вам что это глупость почему очень часто формирует люди мнения для людей и люди начинают верить как это было с моей бабой машей он ей помог но она со временем почитав статьи посмотрев на тех людей которые кривляются начала понимать или начала верить в том что он аферист и то что он ей помог уже для нее ничего не значил так формируется общественное мнение и люди которые имеют возможности это мнение формировать это люди которые могут делать из людей что угодно для того чтобы этого не происходило нужно себе говорить мы будем видеть не только то о чем пишут в газетах там какой-то вася пупкин придумал и написал в самой известной газете а будем видеть как это происходит так произошло и у меня человек создал самый настоящий шум который начал убирать у людей заболевания то есть он создал шум который называется шум избавления от коронавируса и так далее и этот шум начал помогать и миллионы людей начали писать мне помогло мне помогло детям помогло еще кому-то помогло это создало резонанс после этого понаписывали в воксах еще где-то опубликовали начали блокировать каналы в ю тубе начали это все делать почему паса объяснить они не могут общественное мнение формируется после этого сформируйте общественное мнение выпустили там три гомосексуалиста и 2 лесбиянки программу которую там назвали там как-то и сказали что это плохо давайте с него посмеемся как бы создавая общественное мнение но это же глупость я вот смотрю на людей которые допустим в интернете часто проводят очень много говорят допустим там кашпировский он плохой там эти плохие даже есть там дуйко плохой говорят и там но смотрите дуйко выпустил видео которое называется уберу боль за одну минуту а до этого делал видео там она называлась заберу вашу боль почитайте там комментарии их там тысячи этих комментарий и куча людей по 500 по 600 человек которые пишут да у меня пропала да у меня исчезла до перестала болеть да еще что-то и я это сделал и это формирует или не формирует общественное мнение дело в том что не формирует то что найдется какая-нибудь птица которая обязательно скажет о том что дуйко аферист и так далее и после этого а как же вот это все а ведь это же все сработало наоборот нужно создать институт который бы вложил деньги или там кто-то бы сказал андрей андреевич давайте изучим как это так происходит что за одну минуту вы убрали боль это гипноз или это самовнушение как вы это делаете дистанционно как помогли вот такому большому количеству ну вот представляете и люди я знаменитый бак я там знаменитый кайл колдун а дуйко аферист дурак там или еще кто-то так сделает так же как я убери боль за одну минуту я там ученик кого-то так и что где магия где магия там рассказывать о том что там умный хороший добрый там они плохие они плохие но отлично отлично а где где настоящая магия пусть такие люди выйдут и за одну минуту точно так же как я уберут боль и выглядят при этом потом неплохо пусть делаю так чтобы у людей дистанционно пропали заболевания пусть делаю так чтобы не болели позвоночники пусть сделаю это я тоже хочу это увидеть что очень много таких людей так получается очень часто человек попадает в медиа войны кому-то перешел дороги по дорогу и после этого медиа воины или медиа блогеры начинают вот как сейчас заплевывать и так далее так далее с чем это связано тоже имеет такой вот такую вариацию я долго не мог понять почему плохие отзывы ли плохие видео или плохие какие-то резонансные видео занимают первые места все связано с поисковой системой наша поисковая система google или youtube и так далее она реагирует на количество комментариев количество комментариев на комментарии а количество комментариев на комментарий где пишут какашка плохой не нравится пошел в баню там дурак идиот и так далее это создает резонанс и ютуберы блогеры они начинают подтягиваться к тому чтобы создавать у людей желание написать комментариях как можно заставить создать у человека ненависть создать у человека беспокойство начать употреблять какие-то плохие слова говорить вместо мужчины мужики вместо женщин бабы говорить вместо люди лохи говорить вместо там еще чего-то там уроды ублюдки эвантюристы дебилы шпана фашисты и так далее это все вызывает сразу возмущение почему после основная основной контингент начинает смотреть а если записать видео красивая с хорошим языком теплое которое бы нравилось то она не займет никогда никаких хороших позиций почему то есть там напишут просто спасибо и некому будет это обсуждать почему ну спасибо как у стоматолога все врач полетил спасибо до свидания хочу об этом писать после этого а вот если бы там знаете почему очень много там пейте перекись пейте соду там тоннами пейте и набрала миллион просмотров миллиард отзывов почему паша дни пишут не надо вторые пишут надо да пошел у нее там еще что-то еще что-то и после этого это вышло там а какой-нибудь врач выступил и сказал что это все повышается за счет первого адкиназы тумора это все молочная кислота она накапливается все связано с циклом крепса и так далее ему три человека написала спасибо очень интересная лекция а эта лекция могла бы спасти миллионы людей но ее смогут увидеть только там два каких-то врача которые очень долго занимаются этой темой ныряют в эту тему и пробует это все найти на обычные люди никогда не увидят почему потому что нету дурачок идиот вот правду сказал почему я сегодня так рьяно говорю о людях сегодняшняя наша лекция называется саморазвитие и так продолжаем евгения демченко здрасте ученица ступени с дочерью проблемы требует чтобы я отказ написала ей 17 не знаю что делать напишите напишите не будет проблем ничего страшного не переживайте она всегда будет при вас с вами и для вас ирина шокола или шокола имела обязательства в наследство осталась квартира не родственник продавать ее продавать здравствуйте честное слово стыдно задавать вопросы уже прошла вы даете много полезного чтобы могли поменять свою жизнь но порой действительно думает что ты идешь верным путем и снова затыкать то долги то кредиты то нет работы сейчас обучаюсь на универсального тренера это стрейчинг и здоровая спина правильно ли опять иду правильно да хочу состояться в жизни жить достатке хуже некуда жить без средств и работать на дядю за копейки смотрите друзья раз мы уже начали говорить о том что дуйку показывает фокуса я хочу сегодня помочь смотрите у многих из вас прямо сейчас болят спины у многих болит позвоночник болит шейный отдел болит средний отдел пояснично-крестцовый отдел болят бедра не можете согнуться поднять руки и ноги и так далее смотрите когда я разогну все пальцы вот так то все эти проблемы у вас полностью исчезнут смотрите как я сделаю всего лишь четыре паса руками второй пас третий пас четвертый пас и пятый и смотрите на это все ушло 25 секунд теперь когда до вас дойдет это будет одна минута или две напишите у кого прямо сейчас пропала боль и напишите где и так андрей здрасте ученик школы нашла дома землю с могилы маминого брата в кульке отец перевозил ее на родину умершего и забыл про эту землю оставил ее дома возможно ли проблема со здоровьем возможно у матери связано с этой землей онкологии последняя стадия что делать с этой землей дальше возьмите землю пасы посыпьте все цветы которые есть у вас в вашем доме случае если они имеются не выбрасывайте и скажите а теперь все обратно а теперь все что было пусть идет все обратно и цветы через цветы то есть если земля это забрала или земля навязала то цветы все изменят узлы по развязывают и все создадут главное чтобы они не по засыхали но они не по засыхают о земле есть только одна энергия которая может землю изменить это растение растения они подчиняют землю мужа поясницу отпустила пишет вера кериндясова сможем женаты 20 лет у нас счастливая семья но мы разные веры а православная муж пятидесятник когда родились наши дочери мы их крестили православной церкви дали им другие церковные имена дочки выросли хотят принять крещение пятидесятской церкви вопрос не влияет ли плохо нет нет все хорошо как вы правы ваше объяснение доказательством того что вы помогаете всему народу больным людям болезни уходят это радость супер будет ли у меня внуки очень беспокоен дочь ни с кем не хочет знакомиться сидит дома буду да далее так светлана хасанова спасибо за философию за школу за препараты за тот свет и тепло которое вы дарите людям вопрос изучаю травы собирая использую сборах а некоторые покупаю на рынке надо ли с покупных трав убирать чужую энергию и как не нужно ничего ничего такого делать не нужно честное слово поясница прошла пишет ирина светлана сразу ушли боли с поясницы прикиньте и с этого момента навсегда забудьте о том что вы когда-то болели заболевания поясницы и теперь скажите знаменитые магии там вот я смотрел этого ингвара который ничего там этих людей которые там машут руками ногами и так далее почему вы это не делаете почему где же ваши это всемогущая гениальная сила которая должна это делать зуб ныл и прошло более не было согрелась огромное спасибо учитель поясницы и шея прошла пишет ира поливанюк что за пять секунд вот так можно прикиньте да наш сын необщительный после работы сидит дома за компом никуда не ходит он так может жениться да если делать для него практики не будет негативно сказываться нет поясница не болит у меня бедра перестали ныть поясницу отпустила бедра отпустила андрей андрей спасибо вот так ну вот как это все так она же смотрят еще в ю тубе онлайн я сейчас тоже попробую зайти в этот чат замерз я чуть-чуть почему я замерз этому тоже есть объяснение дело в том что я замерз потому что во многом ваши проблемы связаны с бесконечными воспоминаниями когда человек бесконечно что-то вспоминает когда у человека бесконечные воспоминания когда у человека бесконечные нервные состояния связаны с тем что он вспоминает кто был прав кто виноват правильно неправильно час чат то это может вот это прошлое она может создать подключение к прошлому миру сейчас настройка трансляции неужели чат отключен так изменить час включу чат чат учат включаю ура сохранить а вот теперь можно мне писать в чате еще и в ю тубе ура потому что очень много людей смотрят 1 126 человек онлайн скажите пожалуйста заработаю пенсию с предложенном бизнесе не заработайте спасибо за ваш труд у нас кошка спит на голове можно можно да помогите пожалуйста жить в игла не будет спокойно и не понял правая сторона прошла которая болит всегда поясницу отпустила андрей дич вы говорили что нельзя наживаться на чужом горе то есть оказывать платные услуги во время войны каких-то бедствия живу на донбассе у меня трехкомнатная квартира живу одна сдаю комнаты все правильно делаете вы зарабатываете деньги они наживайтесь хрустнул тазобедренный сустав еще как-то только вы руку подняли спасибо учитель теперь не будете болеть пришла с ворохом проблемы кредитом с ворохом как-то разобралась потихоньку а вот с кредитом сложно очень большие набрали в разное время смогу все-таки стать из этой поднимите себя хочу построить дом котором дальше станет храмом на моей земле хочу развитие лечить руками у вас хорошие задачи пожалуйста кошка забирает отрицательную энергию скажите позже ой боже все теперь невозможно читать получится приобрести получится все не могу читать очень много пишите так открываю комментарии и так мария петрова я с вами много лет спасибо огромное что даете надежду становится лучше у меня вопрос сын военной отправили его в командировку дзержинск сроки и цель не называют я очень сильно переживаю за него все ли будет хорошо да не переживайте его судьба изменится в лучшую сторону не будет ничего плохого будем слушать обязательно пишет надежда кондратьева я вам верю и уважаю у меня нет результатов после убирания обряда по зла подскажите что не так и как исправить очень хочу поменять свою жизнь стараюсь сделать для этого вот это начало моего вебинара когда я сказал о том как человек строит свою жизнь как он ее выбирает и чем он оплачивает я дал в начале вебинара думаю вот то что я сказал в начале вебинара о том как мы рассчитываемся с богом наверное для вас и является ответом на ваш вопрос гульдар спасибо огромное за 100 вы делаете дай бог здоровья спасибо и вашей семье у меня к вам вопрос когда у нас закончится долги меня интересует судьба моих детей у вас закончится долги в течение аж четырех лет не быстрее для того чтобы долги закончились необходимо не занимать и необходимо отдавать вообще отдача долгов и зарабатывания денег они между собой связаны когда мы берем долги то мы берем у будущего и в будущем они плохо зарабатывается поэтому чем быстрее вы отдадите тем быстрее возможность зарабатывать больше для вас откроется только руда я подскажите можно ли проводить все обряды из программирования нового года 1 февраля на китайский новый год зачем уже не нужно получилось удали два духовных имени обратилась два раза по фото 1 написала на шарфе вот его и используйте елена к декабре резко ухудшилось здоровье отекает лицо болят суставы низкое давление справлюсь ли я с этим в каком направлении искать проблему благодарю смотрите очень несложно все делать если у человека падает давление становится низким человек ощущает холод и так далее с чем это связано это связано с центром груди а что там находится легкий иммунитет а если у человека увеличивается давление с чем это связано это связано с головой аж с чем голова связано с сердцем и нервным состоянием таким образом для того чтобы понимать как это все работает необходимо просто это знать и теперь вот для вас совет что необходимо делать улучшать иммунитет принимать препараты для легких и ваше здоровье улучшится давление улучшится а если высокое давление принимайте успокоительные для головы принимайте сердечно расширяющие сосудистый препарат там кардиомагнил а для головы карвалол или здесь допустим для легких там какой-нибудь я не знаю какие там у филин можно сделать ингаляции пейте пейте молоко с содой поставьте горчичники банки на область легких и на область центра груди и давление улучшится и там все будет хорошо или она и лизунова известно что глядя на огонь свечи и думая проблема она может сгореть а также медитируя на огонь свечи можно поумнеть до медитации с представлением огня приводит благородство также на седьмой ступени мы работаем с огней сейчас зима очень приятно греться проводить время у камина возник вопрос можно ли делать практике читать коды медитировать глядя на огонь в камине нет нет нельзя мы не работаем со стихиями это отдельно нужно отделять стихии от себя но можно боковым зрением видеть но концентрировано смотреть в огонь не стоит все что начитаете все сгорит дрендри спасибо за вашу помощь понимание отзывчивость можно ли сделать обряд изгнание нечистой силы с человека много лет ничего не могу поделать мучаюсь сама и мучу родных мне людей может быть это родовое проклятие не знаю но и не болезнь если можете помогите пожалуйста завтра у меня день рождения как проверить если у человека порча если у человека тяжелое влияние приворот там и так далее человек сходит с ума то есть человек становится беспокойным худеет дальше делает поступки или совершать поступки которые не может сам себе объяснит у человека появляется либо апатия сексуальная либо бесконечное возбуждению ничего не может собой сделать или она не может собой сделать совершать поступки которые объяснить не может человека начинает мучить бесы человек такой начинает вонять или подванивать то есть у него начинает пахнуть если если влияние связано с тем что он съел пахнет изо рта сильно если влияние связано с сексуальной жизнью пахнет вот от него потом там каким-то таким вот как побороть человека и каким образом это делается первое однодневный голод в четверг и второе с купанием в четверг второе по два-три раза в течение дня купаться под душем вода смывает а также голод обязательно в четверг если не помогает то и в понедельник и в четверг такой голод при этом голод с просьбой нужно говорить господи забери моих духов и бесов господи забери моих духов и бесов господи забери моих духов и бесов и духе без и я вас не уважаю духе без и пропадите пропадом исчезните изменяет так далее таким образом каюсь что я сделала духе без и отпустите андрей андреевич сприт спрашивает галина зубкова получится купить квартиру в турции получится елена к благодарю вас прошла спина правда вот добрый вечер как хорошо что вы есть и радуете можно еще способ от обиды отбрасывания медуз делаю год но окей делайте можно трассе вчера шел марафон будет ли он выложим записи какой марафон это стримы я беру несколько видео их связываю между собой запускаю в виде стримов это никакой не марафон друзья нет это не марафон мария задорожна здрасте андрей андреевич мне очень все нравится будьте так добры я буду одна или буду иметь пару будете иметь пару здрасте андрей андрей спасибо за тур пожалуйста подскажите пожалуйста как привлечь финансы в свою жизнь проходите бесплатно мою первую ступень эзотерической школы кайлас подскажите дочь поправить здоровья в этом году нет андрей андрей спасибо огромная боль в больнице прошла спасибо вот пусть это сейчас сделает также там олене king war пусть это сделает также там я не знаю их там целая куча этот коля астролог и там это как ее там кассиопея которые говорят обо мне гадости пусть они это сделают учитель когда мы сестрой переедем на родину в этом году в этом году это вы спрашиваете твой нет не переедете в этом году учитель ученицы четвертой ступени сколько по дышать строить гармонизатор если дышать кодами каждый день утром год или месяц но не быстро вашем случае ну полгода хотя бы здрасте друзья спасибо спина болела сразу почувствовал улучшение спасибо пусть больше не болит забудьте пожалуйста в чем мое предназначение отлично здрасте андрей андреевич получится ли у меня приобрести новую машину получится со временем выйду ли я замуж этого года мимо уа спрашивает вот если была бы ваша фотография я бы ответил а так как я могу вас ну могу но зачем мне нужно вас там нырять сейчас изметь понимать какая вы вот хочу вам дать совет в следующий раз когда задаете вопрос вы сделаете заставку и напишите там ваше имя потому что вот и мимо юа с буквой е вместо человеческого лица я даже не могу просмотреть вас кто вы где вы живете в чем ваше предназначение кто вы вообще сын встречается с девушкой скажите изменится его жизнь готовимся готовится нам к свадьбе не готовится пожалуйста спина перестала болеть это чудо ура товарищи забывайте уже спине спасибо вам будет ли у меня своя персональная семья да извиняюсь эрику лучше самые отношения с соседями поселки и глайн и да да прошла сильная боль поясницы скажите пожалуйста не могу встретить любимого мужчину в чем дело когда встретимся и где перестаньте об этом думать начните заниматься творчеством и идите в спортзал тогда все будет супер быстро видимо сегодня не мой день день какой вопрос не задам все банят ставят минус один понял стало легче воротниковой зоне спасибо андрей андрей живу в сша штат флорида по закону если вы получили письмо с просьбой принять участие в суде присяжных вы не можете отказаться от него или не явиться это то чего я честно говорю не хочу делать часами находиться плохо проветрено помещение что я могу сделать со своей стороны чтобы меня не вызвали в феврале используя эзотерийские методы пожалуйста дайте мне совет если это возможно поставьте свечу думайте о том как вы сидите в суде присяжных и смотрите на свечу и вас вам откажут подскажите пожалуйста можно ли наши 11-летней дочери или не практиковать мантры коды и практики цен из 3 обновленной ступени она сама настояла чтобы я задал этот вопрос а по поводу не быть присяжной выпейте алкоголя и начните бушевать в магазине после этого на вас там условно заставят оплатить штраф или там поставки не припаркуйтесь где-то на протяжении 1 2 недель не забирайте машину пусть ее оштрафуют там 35 раз за неправильную парковку после этого вам откажут в том чтобы быть присяжным почему вас взяли потому что у вас ни одного нарушения не водительских там нарушений никаких вообще вы везде хороший человек сделайте так что все знали свою плохой паркуйтесь неправильно ругайтесь с кем-нибудь это все за все замечать ваша ученица ира шабальна что ждет мою семью в этом году будет лучше чем следующем моя дочь выйдет замуж будет счастлива выйдет и будет я не отвечаю на вопросы какое предназначение не отвечаю вообще не интересно мне назначение андре андреевич избавила меня от дегенеративного артроза колена за один месяц вот так спасибо учитель напишите мне в телеграме я эту информацию выложу на своем сайте аду и к точка ком и так где меня найти какие мои реквизиты кто я вы сейчас находитесь на моем youtube канале который называется андрей дуйко официальный канал также меня можно найти написав в google и слова нет дуйко а написав ду и к ду и к ду и к после этого сразу же выпадет у вас на первом месте мой интернет-магазин там где ступени школы там много полезной информации по эзотерике там же выпадет сайт где можно купить мои талисманы обереги и все остальное там же выпадет сайт который называется ай аду и к точка ком где вы сможете приобрести мои бады почитать мои статьи и так далее также будет еще и сайт кайлас маркет и дуйко маркет там где все мои книги опубликованные там можно посмотреть мои талисманы и даже авторские ювелирные украшения очень большое количество информации которая создана мной за 11 лет введение эзотерической школы кайлас почему я говорю что интересно заниматься у меня дело в том что тенденция стратегия идея которую я двигаю в этом мире отличаются от знаний которые до этого кем-либо продвигались как меня называть я называю эзотерикой хотя на самом деле это не совсем эзотерика не совсем самопознание не совсем психология не совсем почему просто это что-то особенно отличающегося отличающие от всего остального то есть это можно назвать как угодно и магии космоэнергетикой выводами психологическими выводами философскими идеями и так далее но я это называю вот знаниями от дуйко пусть они помогают людям знаете это мое искреннее внутреннее желание искренне внутренне помогать людям зачем это является моей оплатой я тоже хочу платить за счастливую жизнь хорошую жизнь для себя для своих детей и верите в то что человек может свою карму улучшить каким образом делаю для людей прекрасные хорошие действия создавая для людей что-то что им может помочь вы скажете мне спасибо кто-то скажет мне спасибо а это плюсик в карму дай бог и детям моим будет лучше мария унила спасибо большое это просто чудо андрей андрей спина не болит андрей подскажите мне стоит продолжать встречаться с моим мужиком он иногда играет в игровые машины проигрывает деньги да можете встречаться он неплохой человек проведите пожалуйста обряд по убиранию зла не смогут присутствовать приходите на мой обряд который будет 12 февраля это обряд который будет посвящен который называется открытие сердца или сердечный в нем я буду проводить 12 обрядов с вами подряд 12 там и убирание проклятие зла еще там бла-бла-бла целых 12 обрядов и запуск сердца и так далее удивительные уникальные потрясающие чрезвычайно мощно работающие с человеком обряды рекомендую недорого и вот сто процентов изменят судьбу человеку когда снова вернутся волшебные информативные пятничные вебинары без вопросов когда выйдет замуж не знаю когда-то будут такие здравствуйте андрей андреевич спрашивают татьяна пласти благодаря вам появилась возможность покупать ваш семинар вопрос можете ли вы дать код или мантру или рисунок от затопления меняя я постоянно затапливаем дом многоквартирный или сделал сделать откуп воде смотрите у человека вода это является процессом здоровья когда вас затопили скажите это к моему оздоровлению и я принимаю эту воду перестаньте с ней бороться принимаю воду принимаю затопление пусть это будет отдача этого человека вместе с этой водой для меня моего здоровья после этого поверьте мне когда человеку и кнется здоровьем он перестанет интуитивно вас затапливать вот поверьте это сто процентов научите как отведать кури и клевать свои яйца яйца куры клюют случае если не хватает кальция и они болеют заболеваниями кишечными то есть это скорее всего там какие-то иммунологические заболевания почему клюют в белке находится лизоцин и этот лизоцин лечит им кишечник для того чтобы этого не было возьмите какой-нибудь пробиотик для курей где-нибудь ветеринарной аптеке или там через интернет закажите или купите сухой лизоцин пусть они его поклюют и также давайте им небольшое количество кальция в виде карбоната кальция поклюют кальций поклюют лизоцин яйца перестанут клевать обычно больные куры которые болеют кишечными заболеваниями или аутоиммунными заболеваниями начинают клевать это говорит о том что они болеют полечите их и они перестанут клевать если курица клюет яйцо то это говорит о том что человеку яйцо такое кушать не надо почему потому что в таком яйце может находиться какой-нибудь вирус и это очень часто показатель того что такие яички так природа устроила бог создал курицу для того чтобы она создала или продолжила жизнь для человечества если бы я ставил памятник какому-нибудь животному то это сто процентов было бы курица почему потому что она где и корова просто они делают все для того чтобы человечество продолжала свою жизнь курица дает яйца она дает мясо она дает пух ну и конечно курицы настолько благородное существо хотя сама наверное этого не понимает что она создает яйца и в случае если они инфицированы может сама их клевать как бы не подвергая человека опасности вот так что ваши курочки заботятся о вашей семье андрей андрей спасибо за возможность обратиться к вам пишет ольга зарипова никак не продается дом хоть и старенький уже но место престижное очень люблю его хвалю его любуюсь и восхищаюсь и бабочек регулярно представляю и желание на павлине перышко пишу и соль живем с бывшим мужем в этом доме никак не можем продать и разъехаться а тут подруга говорит что у меня домовой нет нет ни дух дома не домовой это не связано ни с чем у вас слишком много с этим домом событий слишком много тепла я хочу вам сказать что в тот момент когда ваш дом продастся и вы и ваш муж найдут для себя имущество и жилье которое не будет вам нравится и вам вот эта сила проведения не дает возможности его продать почему продадите уже такого не купите и уже такого хорошего тепла не обретете никогда знаете если у вас есть вашу возможность то не продавайте так дальше и живите либо убедите вашего мужа съехать от вас чтобы пожить отдельно вы будете выплачивать стоимость ну вот как-то так думайте дело в том что скорее всего это и связано с тем что такое хорошее уже не будет а то что вы купите будет не сильно хорошие и так вот тепло и радостно как в этом доме с таким количеством событиям события у вас никогда не будет вы будете через вид чрезвычайно тосковать но если все же хотите продать дом то пусть он у вас продастся лидия бостон андрей андрей спасибо за за вашу доброту пожалуй стаза интерес тв всем здоровья практике помогают супер что означают две вершинки на голове ведь должна быть одна спасибо обнимаю восхищаюсь нет почему бывают люди из двумя из тремя даже бывают почему это происходит это очень мощные левые центральный канал у человека который больше связан с центральным каналом это человек который будет более такой семейственный очек которого два канала это человек допустим с левой стороны еще одна макушка у человека может быть связано с тем что он имеет способности к продажам к работе руками если с правой стороны к творчеству возможно имеет способности к а наоборот с левой стороны к творчества с правой стороны к продажам вот так как то так это роман из крыма на фоне высокого давления идет кровь из носа на работе на которую призвали позвали стали плести интриги что делать для того чтобы кровь из носа у вас не шла нужно взять ключик завязать его ниточкой и повесить его так чтобы он лежал у вас сзади на спине между лопаток носите его долго один месяц хотя бы кровь из носа исчезнет потом нужно ключик выбросить в любое место вместе с веревочкой для того чтобы интриги не плели говорите такие слова каждое утро говорите каждая интрига против меня и ненависть по отношению ко мне сделают меня в итоге богатым пусть дают интриги а взамен берут болезни дальше второй вариант если эти люди хотят моей боли я отдаю им боль в виде своего давления а вообще не надо болеть давлением обязательно принимайте препараты от давления их слава богу много и напыд реплик самые там обратитесь кардиологу пусть он назначит вам все-таки препараты и попейте их народное средство лечения человека от давления это гриф это гриб фрутовые корки возьмите гриб фрутовую кожуру высушите ее каждый день заваривайте одна столовая ложка на стакан воды это снижает давление великолепное средство смогу ли я вылечиться от гипертонии найду ли я причину заболевания вашем случае айгуль каликулова это связано с тем что вы нервничаете и у вас адреналин вырабатывается нервы не в порядке пейте успокоительное для нервов все остальное придет в норму всех вам благ дорогой гуру пишет валентина кулевская спасибо здравствуйте андрей андреевич вы говорили что у нас будет детки суть никак не получается переживаю уже возраст не переживайте здравствуйте андрей андреевич осенью внука нурбола приглашают магистратуру в москву ехать ехать я познакомилась мужчина очень по душе скажите мы сможем быть счастливыми я на свои рельсы наконец-то встала нет к сожалению скорее всего нет проходила у вас ступени онлайн подскажите выйду замуж в этом году нет спасибо большое не первый раз отвечайте на вопрос удачи вам и крепкого здоровья и вам большое спасибо на этом пишет светлана лига но у меня перестали болеть сильно спина спина скажите мне или поставьте сейчас плюсы у кого прошла боль сейчас позвоночнике у у кого прошла боль сейчас позвоночнике перестали болеть там суглобы перестали болеть бедра ведра локти кисти позвоночник и так далее напишите сейчас плюс джак шевалена прошло ольга жаровская прошло татьяна без губов ирина васильева джорджана урбекова венера колочкова татьяна тарабина елена клосс лара александрова наталья бабичук стасова мислав мера наталья якубина галина зубкова роман ранаталья крут татьяна березина татьяна костенко просто арфукан оксана водонюк гуляма дофли и рэна кобу даржан аурбекова татьяна папченко наделя динисковска жанна сэ василий плохотнюк татьяна чуприна василий сигарев екатерина владимирова марина розали чурикова у мужа сумина а у суминой нет некий чемпион лобомер любовь тамара веприкова вера булга булгатова роман ра фанила лули светлана хомоки лариса раиса шевчук александр тарасова света пресеева лилия казакова исламбек анна вартанян ольга виктория виктория лакушенко валентин лукашенко извините окси обручи или обсе обручи пластилиновые мультики плюсик и так далее это все все это можно будет посмотреть потому что чат записывается он будет весь находиться в записи я желаю вам успеха обязательно приходите обязательно проходите мой обряд который будет 12 февраля в этом обряде я проведу 12 специальных обрядов которые обещаю прямо изменят тотально вашу судьбу к вам начнут лучше относиться деньги в вашу сторону потекут любовь свою найдете детей сможете выносить и родить и так далее то есть если есть какие-нибудь проблемы которые связаны с энергией которые мешают вам быть богатой счастливой замужней родить детей и так далее то это все будет мной откорректировано и будет работать сто процентов на этом наш вебинар закончен с дыко жить легко поможет эзотерика дыко до свидания будьте здоровы живите богато а я уезжаю до дому до хаты и так наши теги сегодняшнего вечера я рассказал вам о медиа войнах чтобы быть любимым не обязательно быть красивым вот я об этом говорил а и также я рассказала магии навели магию мужчина начинает всех искренне ненавидит что убрать или как убрать способ нужно с ним заниматься каждый день сексом каждый день хвалить его и часто гонять в душ а также этот человек должен много голодать и не пить алкоголь женщина приворожившая другого мужчину становится должницей без облуда и отдавать она будет тем что дети или внуки будут рождаться с психическими заболеваниями можно ли как-то убрать только очень сложный мак или макс очень яркими